13 июня в ходе региональной недели Курагинский район посетил член комитета по бюджету и налогам Государственной Думы Российской Федерации Виктор Зубарев. Во время визита он познакомился с некоторыми проектами, реализованными на территории района. Строящийся мельчно-крупиной комплекс в поселке Курагин один из крупнейших проектов последних лет в агропромышленном комплексе на юге региона. Он был реализован при поддержке государства. Выпуск продукции должен начаться в конце 2019 года. 90 тысяч тонн продукции в год может выпускать это предприятие. Муку и крупы, а также спагетти и различные биодобавки. На новом комбинате будет создано около 100 новых рабочих мест. Путем многочисленных реорганизаций мы теперь федеральное бюджетное учреждение ставим. Еще одним пунктом поездки депутата стал цех по производству молочной продукции опытной станции Курагинская. Такое название теперь носит бывшая ФГЛП. Молоко, сметана, творог, выпускаемые в цехе, носят название «Наша» и пользуются спросом в магазинах района. Вот здесь мы используем молоко, уже готово к раздуме, которое потом подается на розбит, через калифакт. Мягкие пакеты мы построим. Молоко наше. Молоко называется «Наша». Да, вот они у нас здесь заправлены. Молоко называется «Наша». Молоко, да. Это стаканчики. Метаную творог, мы можем попробовать. Главной обсуждаемой темой в поселке Рощинске стало, конечно же, строительство школы. Деревянное здание постройки середины прошлого века с трудом может соответствовать нормам, а в нем сейчас учатся более 300 детей. Стадион поселка Курагина тоже должен стать местом реализации мечты курагинцев. Районному центру и району очень нужен современный спортивный комплекс. Сегодня здесь, конечно, многое делается для того, чтобы и взрослые, и дети могли заниматься физкультурой и спортом. Но комплекс нужен. Вот новое производство, которое глава города и поселка, и нашего района Владимир Валентинович. А я почему говорю город, потому что для меня Курагина – это действительно город. Я приезжаю здесь всегда, получаю такую энергию и поселка, и земли, и городского ощущения. И вот новое производство, которое я увидел, это глубокая переработка молока. То, что сделан цех прекрасный, попробовал продукцию уникальную, созданы новые, высокоэффективные, высокотехнологичные рабочие места. Переработка глубокая зерна. И вы знаете, что цех, который будет скоро выпускать спагетти, другую продукцию, это буквально месяц осталось для запуска этого производства. Это более 100 рабочих мест. И здесь около 10 рабочих мест. Для красноярцев, я имею в виду, в красноярском крае это очень существенно, такие создания новых рабочих мест. Это порадовало. Стадион. Почему я про людей сказал? Руководитель, который рассказывал для ребятишек то, что будет создаваться и создано сейчас на стадионе, создаваться будет то, что мы вместе, совместными силами сделаем, и крытые площадки для занятий физкультурой и спортом, для того, чтобы хоккейную коробку, в конце концов, сделать, настоящую с освещением, чтобы наши дети, да и взрослые пришли, могли покататься. Я вижу, что глаза у людей, действительно любящих свою землю, горят, и они хотят что-то воссоздать. А работаешь всегда с человеком, не со зданием, не с помещением, а с человеком. Если человек есть, если он желает, а курагинцы желают, вот многих, кого я вижу, и глава района, безусловно, он такой, видно, патриот своей родины, и хочется помогать, хочется соучаствовать, а потом сказать, и я тоже был причастен к добрым делам. В этот же день Виктор Зубарев провел прием граждан по личным вопросам. За два часа депутат принял около 20 жителей района. В основном люди просили помощи в получении социальной поддержки, в имущественных спорах, в пенсионном обеспечении. Все обращения граждан будут рассмотрены в ближайшие сроки.